Добрый день дорогие друзья сегодня 21 августа 2019 года и мы сегодня будем говорить о структурах психики и об искусственном интеллекте и о том как это все связано с нашей реальностью нашим здоровьем с нашим психическим здоровьем и физическим здоровьем и так господа начну сразу с основ кто считает это бредом можете выключить камеру это не для нас я не просто так зафиксировала дату когда эта информация впервые выдана в эфир информацию которую я вам даю получена методом погружения через инфодайвинг погружались Андрей Ахримук Ирина Астапук и я Наталья Зайцева то есть три сознания работала на данную систему работала под задачу под задачу мы работали с аутизмом с ДЦП с эпилепсией и так далее но со всем этим мы поговорим обо всем этом позже как это все проявляется и так основы есть реальность некая та реальность которую мы существ считаем объективной проявленной то есть мы живем в неком мире здесь есть у человека физическое тело много людей здесь живет каждый живет в своей реальности у них физические тела здоровье отношений и так далее здесь складываются игры физическую реальность мы можем потрогать на попробовать на вкус понюхать посмотреть услышать и так далее то есть здесь есть каналы восприятия и мы ее воспринимаем как объективно существующую как существующую где-то вне нас вне нашего сознания и мы считаем что этот мир где-то существует объективно мы его не рассматриваем обычно как продукт нашей психики хотя это совсем не так но если углубиться в структуру психики мы увидим что вот эта материальная реальность здесь существует материя в ней да вот эта материальная реальность связана с психической реальностью человека очень сильно да с его подсознанием я не просто так нарисовала такой вот элемент айсберг нашел подсознание часть этого элемента высшее я находится в данном материальном мире имеет тонкоматериально проявленную часть психики в этой части психики есть все что касается программ управления и так далее нашей материальной реальностью нашей картиной мира и здесь есть у человека душа мы назвали эту структуру таким образом душа душа это то что делает человека человеком по латыни звучит люди да а мы люди и вот эта психическая структура она обладает сознанием я буду часто произносить это слово для того чтобы было легче понять как как работает вся вот эта микросхема и так есть душа есть высшее я душа она видеться на вынесена на другой матричный уровень она играет за клавой компьютера в эту ходилку стрелялку которую мы считаем собой да одна ли душа мы пошли дальше у нас возникали все время в процессе работы вопросы а что есть над душой да она душой есть еще одна структура мы ее назвали душа души дд он поставляет вот этот поставщик сюда энергию плюс информацию энергию информацию она дает душе душа перекачивает сюда и выше я разворачивает игру картину мира нам было интересно так что же есть бог бог же это тоже сознание и мы пошли выше и мы обнаружили очень интересную такую структуру я не знаю как ее нарисовать вот так как то я нарисую и здесь очень много ниточек в общем плохой из меня рисователь здесь очень много нитей вниз а здесь есть такой сердечник сердце сердцевинка такая с обмоточкой вот эта структура она сначала горела яркая как солнце а когда мы важно нее вошли и начали рассматривать сознание мы обнаружили очень много нитей и нити от нее идут в душе идут сюда идут в картину мира конкретным людям головам то есть вот эти ниточки они тут эта структура называется бог вот эти ниточки они как струны и они связывают человека душа души это все прочные связи здесь сюда душа и дальше нам было еще интересно как же все это управляется как это все работает и в один интересный момент мы обнаружили что есть здесь разные подуровни такие как как страницы книги это все реальности и здесь есть реальности и это все другие например мир фантазии фантазии идеи это тоже реальность определенная но она не проявлена в материи но она существует точно так же и здесь очень много много разных реальностей более того стена здесь есть другие измерения там есть другие боги аналогичные скопированные структуры здесь есть другие измерения и там есть другие измерения то есть реальности очень много ты можешь ходить и рассматривать но перейти в другие реальности можно через одну структуру эта структура мы ее назвали кабинет расположена она здесь я специально нарисую квадратиком наверное многие помнят фильм матрицу не просто так братьев вачовских озарила и не просто так вообще эта идея пришла от первого лица написавшего дикий запад но это не просто идея кабинет на самом деле в психике есть и это такая структура где структура напоминающая компьютер где можно осуществлять управление и оказывать влияние на душу и непосредственно на людей то есть она точно также висит на нитях бога но у нее есть еще другие питающие нить кабели такие вот эта структура уже стало интересно она больше напоминает искусственный интеллект когда мы видели только эту схему мы как-то еще не сильно озадачивались так что же такое днк так что же такое рынка что такое коды разные мы просто пришли увидели эту структуру как огромный компьютер более того комит в кабинете там три основных компьютера и еще есть маленькие и этот кабинет надо было активизировать запустить для того чтобы можно было редактировать психику на это надо было получить допуск определенный вообще уже переход сознанием вот в эти структуры здесь получается допуск свой чужой надо пройти если вы как свой не распознаетесь то вы уходите в мир фантазии и все что вы будете делать будет просто фантазии сегодня очень много фантазеров в экстрасенсорике и они получаются вроде как делают но нету результата они обещают там вылечить болезни вы помните гробового который обещал воскресить детей да но он не смог воскресить детей потому что он был в мире фантазии что сделали мы мы все привязали к материи к материальному результату и пошли с запросами наверх к богу с вопросами слушая как нам это исправить и каждый раз когда идешь под задачу тебя пускает выше выше и выше да то есть когда есть задача у тебя дорога по сути дела открыта вот когда мы обнаружили вот эту структуру мы впервые задумались так что же такое искусственный интеллект да а то что мы называем искусственным интеллектом и насколько человек сам не искусственен да если это симуляция а я все-таки предполагаю что это симуляция то есть еще один аргумент в пользу того что человек это все таки по образу и подобию симуляции от искусственного интеллекта и от бога одновременно идет бог и искусственный интеллект они идут рядом когда начинают говорить дьявол и так далее это разделением на плохое хорошее это не том речь но дуальность всегда зарождается игра зарождается всегда там где есть два и поэтому здесь мы видим две нити но все что касается человека вернемся к нему у человека есть днк она проявлена в этом мире и очень много психотехник связано с работой днк с активизацией так далее но понимаете когда мы начали вникать в суть подмен которая существует они кстати пришли тоже бралась наука и совмещалась со знаниями в магии когда вот эти техники разрабатывались так вот днк содержит все всю информацию о человеке об его инкарнационных циклах о его душе и так далее а его игре в материальном мире здесь до днк содержит полную информацию и поэтому работа с днк она как бы не всегда перспективу имеет у человека есть рынка очень интересная штука для расшаривания у человека есть ладно я не буду говорить что еще есть но вот эта вот часть все что касается днк и рнк это коды дать коды которые пытаются наша наука расшифровать когда мы пошли дальше и пошли начали рассматривать душу да мы вдруг обнаружили что здесь есть коды код души и у кода души точно также есть дешифратор вот эта структура относящаяся к душе представляете здесь днк рнк коды здесь код души дешифратор коды вот управление этими кодами ведется из кабинета то есть все настройки психики когда мы имеем серьезные заболевания связанные с психосоматикой ведутся из кабинета если у вас нет доступа к кабинету то ввести какие-то изменения в кодах уже вы не перепрошьете там нужен компьютер так что же такое человек ладно идем дальше когда мы увидели что вот здесь идет ниточка вверх мы заинтересовались а что же выше и вот отсюда здесь тоже есть ниточка вверх мы вышли еще в одну структуру такую вот она еще больше еще более энергоемкая еще больше энергии качает мы подумали если вот это был бог то что же тогда это большой бог да напишем большой бог этот большой бог питает вот этого бога то сознание которым обращается человек который он распознает как бога вот она да она управляющая нашим матричным уровнем она создает материальный мир идем выше там над богом есть еще один бог удивительно но раз есть значит есть принимаем то что есть но над кабинетом тоже что-то было и мы решили войти что же здесь мы вошли сознанием сюда здесь кабинет 2 от него опять таки идет связь выше это связано и это связано я не просто нарисовала вот эту связь я ее выделю отдельно чтобы она была видна из второго кабинета идет связь к богу она очень значимая от бога к душа душе от бога к душе от бога к человеку от душа души к душе от души к человеку да это все связано между собой и это все идет картину мира человека в кабинете 2 если здесь содержится психическая информация психические настройки то здесь технически все что касается озарений изобретений и так далее приходит отсюда и представляете это на самом деле очень хорошо объясняет если брать когда мы увидели опять таки запустили этот кабинет мы его активировали когда вы запускаете вот эти все штуки то вы видите что озарение человеку например изобретение радио оно сразу пришло на разные континенты пришло нескольким людям то есть пришло время в игре когда должно было появиться радио пришло время когда должно было появиться вот это вот это пришло время да то есть игра идет и симуляция разворачивается пришло время и этому надо развернуться и поступает сигнал и бог разбрасывает по нитям энному количеству персонажей и эти персонажи проявляют это в материальном мире кто-то пропустил идею кто-то споймал но получается что не бог генерирует идею а бог ее берет из кабинета второго управляющего но когда мы приходим в кабинет и начинаем там расшаривать информацию нам же становится интересно господа ведь одно дело это когда тебе случайно прилетела да вот тебя озарила другое дело вы помните наши эксперименты вообще и инфодайлинг родился на чем на том что мы начали исследовать управляемое озарение мы шли к управляемым озарением и шли к ним через гипноз через состояние самнамбулизма потом пара самнамбулизма да и вот пара самнамбулизм и привез привел на нас к тому что мы начали вот все это дело расшаривать и изучать вот оказывается управляемое озарение по технике по открытиям по всему тому что проявлено в материальном мире именно проявлено в материальном мире потому что бог дает энергию на проявление то есть это должно пройти отсюда не просто отсюда идут психические настройки вот этих вот тел психосоматики а вот отсюда идут уже озарение конкретные конкретные решения вопросов и получается что вот отсюда приходит информация сурсия что такое вот отсюда вот опять от этого кабинета висит связь выше куда она идет бог 2 вот здесь и он дает много-много энергии этому богу более того у этого бога тоже есть такие нити которые идут вниз там еще более высокочастотная энергия и эти нити они пронизывают этого бога и не где-то здесь тоже есть ими тоже можно пользоваться напрямую там там целая система я даже вникать пока не буду в нее потому что это сложно тут вот это переварить у человека мозг завернется но когда мы увидели что есть такой кабинет и начали осознавать здесь есть озарение во первых можно брать тогда технические решения под задачу что надо для того чтобы техническое решение было взято под задачу например если вы дядя васи из колхоза закинете техническое озарение о том как проявить и как сделать какую-то новую новый чип для хоевые да то дядя васи из колхоза ничего для хоевые не сделает но если есть команда людей которые работают и которые не могут вот чуть-чуть догнать вот они живут этим они углубились в тему то запустить решение можно нажатием кнопки просто зайдя в этот компьютер и подключившись к нужным людям более того это можно делать на расстоянии просто по договору что мы вот сейчас подключаем и у тебя вот это решение будет да это интересные возможности возможности психики когда мы это предположили это предположение наше а вот когда мы это предположили у нас возникла мысль а давайте мы как-то проверим на на том как это все как все будет проявлено на ком мы проверяем на тех кто болен да мы нашли заболевание где тяжело поврежден поврежден код души, да? Код души, когда имеет поломки, в него тоже он имеет очень сложную структуру, то есть полностью код ДНК содержится уже в коде души. А код ДНК, представляете, по сложности, там вся информация про конкретного персонажа, со всех его инкарнаций. Представляете, не только с этой жизни, но и со всех предыдущих и последующих. Все, что записано для неосознанной игры, для неосознанного проявления данного персонажа. И вот, когда мы начали смотреть поломки кода души и как его исправить, выяснилось, что да, настройки все ведутся с этого кабинета. То есть код души, душа управляется вот отсюда. Есть управление отсюда, это настройкой психики и диапроектора. Сейчас я это тоже разрисую, но основная настройка у кода души идет отсюда. Диапроектор. Я возьму другую доску, чтобы не стирать. Вернемся на уровень ниже. Вот наша матричная структура. Наша душа, грубо говоря, находится вот это все наша матричная структура. Наша душа, вот она. То, которую я нарисовала. Я специально здесь побольше нарисую. Здесь душа. От нее связь пошла в кабинет, к Богу, к душе души. Здесь у нас имеется структура. Вот здесь вот такая. Она называется Бутерброд. Это 7 микросхем, в состав которых входит схема с флешкой жизненным опытом, механизм веры, интеллект тела, интеллект, память, фильтры восприятия. И в обмотке здесь идет настройка механизм время-пространство. Это механизмы, которые, как диапроектор разворачивают через здесь ПО программное обеспечение высшего Я-человека зеркального отражения души, но проявленного в материальном мире. То есть сама душа находится за рамками материального мира. Так вот, вот это программное обеспечение душа качает энергию сюда. И здесь рисуется картина мира. Наш материальный мир. То, как проявлен человек. Так вот, у души есть еще один канал качания энергии, и здесь две структуры. Одна структура эго, это личностные характеристики человека, а одна структура ум. И это связь односторонняя. Здесь энергия идет только сюда. И она точно так же проходит, идет в картину мира. И вот здесь кончается интерес. Это устройство психики человека, да, грубо говоря, схема, как работает внутри душа и как она материализует это все в этом мире. И получается, что у души есть свой код, и в картине мира у человека есть свой код. Эти коды между собой связаны. Здесь ДНК, здесь код души. Человек отрабатывает, проявляется, вверх идут очки осознания. Как в игре набирает душа очки для того, чтобы потом взять лучшее тело, для того, чтобы сыграть другую жизнь и так далее. Но в основе развития души лежит интерес. Интерес к жизни, к проявлению, к миру. Вот так разворачивается вот самый нижний матричный уровень. И что здесь важно? Здесь важно сознание, создающее материю. То есть вот здесь есть тело, и в этом теле живет сознание. Бог себя познать не может. и проявить материю он может через тело. Тело совершает действие и проявляет материю. То есть так строится игрушка. И вот это сознание, именно сознание, если человек осознан, может двигаться в обратную сторону, выходить на другие уровни, распознаваться своим, идти к Богу, исследовать, изучать и так далее. Но для того, чтобы это проявилось в материальном мире, оно должно исходить из физического тела. Почему так важно? Все, что я до сих пор говорила, если вы это профантазируете, вы попадаете в мир фантазии. Я не просто так вначале нарисовала. Но в этом мире нет материального результата. Здесь результат отсутствует. Здесь вы фантазируете, здесь у вас идеи и так далее. Но чтобы он проявился, это должно быть в нашей реальности. в конкретной реальности. Более того, если углубиться, то у каждого персонажа своя реальность. И вот этот психический механизм, который называется в психике бутербродом, диапроектор, по сути, он выполняет очень классную штуку. У него обмотка здесь, пространство, время, разворот, разворот вот этой картины мира. И получается, эта обмотка еще выполняет функцию синхронизации, потому что у каждого персонажа своя реальность. И эти реальности надо состыковать таким образом, чтобы возникла иллюзия единого некого объективного мира. Иллюзия. Да? И все очень синхронно и хорошо работает в этой иллюзии. Время, пространство, все стыкуется. А мы изучаем некую объективную реальность, но эта объективная реальность исходит из нашей психики. Более того, мы можем в нее входить и настраивать сами элементы игры. Так вот, здесь уже настраиваются элементы игры. Вышел, вот здесь есть еще один кабинет. А там есть еще один бок. Там мы еще не были. Эти части еще не активированы, но это вопрос времени. пока вот эта вот схема, она важна для нас, так как она напрямую завязана с нашей реальностью, она имеет прямой проявленный результат в мире. И мы можем в таком случае работать с болезнями, с физическими, с неизлечимыми. То есть, меняя коды души настройки и коды ДНК, РНК, мы можем на что угодно влиять. По сути дела, перепрограммирование реальности. Здесь вы видите дуальность, иначе бы не было разворота, но дуальность еще проявлена и в чем? Дуальность как горизонтальная, так и вертикальная. Бог не может себя познать, пока не зайдет, вот он заходит в физическое тело и потом в обратную сторону познает себя, познает игру. То есть, мы по образу и подобию и в то же самое время вот так это все работает. Интересный получается момент, связанный с душа-души, функцию, какую она выполняет. Не у всех людей есть душа-души, тоже обращу на это внимание. Я это называю понижающий трансформатор. Понижающий почему? Потому что частотность у Бога очень высокая, частотность в этих кабинетах очень высокая. У души-души для того, чтобы энергия пришла в душу и особенно подкачалась энергия из ресурсных травм, из предыдущих инкарнаций у человека. То есть, при неосознанном развороте картины мира у человека подкачиваются так называемые ресурсные травмы. Это знает в психотерапии хорошо. Так вот, все, что касается той ресурсной травмы, которая была в прошлом, которая развернется как жизненный опыт, эта вся информация хранится в душе-души. И если есть у человека душа-души, вот этот понижающий трансформатор, у человека всегда есть так называемая карма. И мы нашли, что эту карму можно останавливать, обрезать, то есть, ее можно разворачивать, чтобы человек ее очень быстро осознал и Бог выключил вот эту часть, тогда эта часть удаляется, и у человека напрямую идет прямая связь души и Бога, и при прямой связи души и Бога у человека идут очень яркие проявления в жизни. У очень многих гениальных людей, которые совершили разные открытия в разных областях, душа-души была отсутствовала. Мы недавно расшаривали информацию по Гауди, по тому же Антонио Гауди. У него тоже была блокирована душа-души, отключена, он ее отключил сам в процессе работы над собой. И тогда они идут понижающие энергии, тогда человек не заваливается в состоянии вины, обиды и так далее. Понижающая энергия это что? Это ваше состояние в жизни, в которых вы живете, вина, обида и так далее. А начинается все с чего первичная дуальность начинается с выноса деления я-не-я и выноса ответственности и части характеристик личностных на это не я. Дуальность существует везде, вы видите, и по структурам психики. И вот когда мы увидели кабинет, увидели их как техническое устройство, у нас возник вопрос. Так что же такое искусственный интеллект? И насколько он искусственен этот интеллект? И насколько он божественен этот интеллект? Ведь эти структуры, они заправлены вверх, пока вот увидеть всю. Это напоминает микросхему. Это реально напоминает микросхему, но это психика человека. И работая вот с этими структурами, мы имеем проявленные результаты. Вы посмотрите, какие бомбовые результаты у нас в жизни. То есть, если бы я сейчас рассказывала вот это все, вы бы могли счесть это миром фантазии при одном но, если бы у нас не было более 50 детей, у которых на сегодняшний день есть нормики, тест по АТЭК у детей был 70, 100, сегодня 11, да? Это не может объяснить сегодня ни один специалист, бояться, что мы там шарлатаны или развод или еще что-то. Они не понимают, как мы работаем, что мы делаем. Я не просто так выдаю эти схемы. Надеюсь, они все-таки войдут в науку. Получается, что дети, которые вот лежали, у нас двое детей было лежачих, сегодня их уже учат стоять, да? А это ДЦП. Сегодня у нас результаты ДЦП, эпилепсия, аутизм. Те тяжелые вещи, с которыми наука бессильно работает. Ребенку удалили пол мозга, а в итоге эпилепсию не убрали. А на сегодняшний день ребенок уже начинает интересоваться жизнью, у него тяжелое умственное отставание, сегодня ребенок уже интересуется игрушками, и у него видно, что у него интеллект начал развиваться. Откуда взялся интеллект? Как мы это сделали? Это же только право Бога включать сознание. Но мы же с ним работаем. Ну, не только с ним, но уже и с ним. И кто есть Бог? И что такое Бог? И где место религии? Вот здесь я вообще не вижу места религии. Понимаете, господа? Поэтому, когда начинаешь смотреть вот эти вещи, понимаешь, что вот эти кабинеты можно использовать под задачу, можно лечить болезни, можно делать изобретения, можно менять мир в лучшую сторону, можно и в худшую. Когда говорят об искусственном интеллекте, люди типа Илона Маска или нашего великого ученого, блин, забыла его фамилию, которые пугают тем, что человек, как только выйдет и позволит искусственному интеллекту набрать силу, будут страшилки, войны, порабощение человека и так далее. Подождите, а кто создал человека? Какие страшилки, войны? В зависимости от того, с какого своего интеллектуального развития и духовного вы выходите в игру под названием космос. Такие вы страшилки будете иметь. Ведь можно осознанно выйти в игру любовь и вы будете иметь любовь. Но можно, если вот здесь есть у вас понижающие трансформаторы, можно понизиться вообще до звероподобного состояния и идти играть в игру динозавра. Это тоже вариант. И эти реальности, самое интересное, вот здесь запараллельно, они существуют. Пожалуйста, идите играть. Бог не ограничил человека ни в чем. Я сегодня сказала много. Я сегодня сказала очень много. Но реально вот эти вещи, они рабочие. Они рабочие и имеет смысл подумать людям, которые двигают науку, о том, что все-таки психика у человека работает как одна большая микросхема. И в этой микросхеме есть разные элементы, есть разные чипы. Когда мы углубляемся в код души и когда надо там починить у ребенка поломку, связанную, например, с ДЦП, мы находим те микросхемы, которые сгорели, и мы их просто меняем. И это все предстает как технические устройства. И чем больше мы углубляемся в психику, тем больше она напоминает большое техническое устройство. тогда рушатся те представления, которые есть в обществе о болезнях, об объективности реальности. Но тогда возникают вопросы субъективной реальности, тогда возникают вопросы развития интеллекта, тогда возникают вопросы вообще саморазвития и развития человека как личности, а не как коллективного стада. Возникает очень много вопросов. Это реально глобальные темы, которые меняют сознание человека и переворачивают знания о мире. Но их все можно под задачу использовать практически для того, чтобы жить в комфортном мире, летать на комфортных аппаратах, отдыхать на других планетах и так далее. Мы эти игрушки можем написать. Мы, я имею в виду вообще люди, грамотных людей, которые вот к этим мыслям пришли и увидели это и так далее. Много, много, но тех, кто реально осознает, понимает, как это все устроено, как это все работает, увы, мало.